Всем привет, меня зовут Алексей Соколов, я являюсь солистом Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический», также артист биг-бенда Бубякина джазовой филармонии и преподаватель училища Мусоргского. Сегодня мне бы хотелось поговорить о замечательном штуке Jazz Select, в моем случае это D8M. За свою саксофоновую практику я использовал очень много и очень долго продукции D'Addario. Точнее, сначала она называлась Rika, а потом ее уже выкупила компания D'Addario. Это были трости и Rika Original — оранжевая упаковка, и Rika Royal — голубая упаковка. Их я использую и по сей день, но у меня не было возможности попробовать муштуки компании D'Addario, и для меня это был приятный сюрприз. Муштуки D'Addario, как мне показалось, продолжают, уверенно продолжают путь легендарных муштуков, винтажных, таких как Mayer. Сегодня мне хотелось бы продемонстрировать некоторые аспекты этого муштука, на которые я обратил большое внимание, которые мне очень понравились. Первое. Хотелось бы показать, как этот муштук ведет себя в нюансе пьяно, и как он также ведет себя в нюансе форта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для моего ощущения этот муштук обладает очень уверенными качествами, контроля над различными нюансами, таких как пьяно, форта, отдача уверенная, и на нем просто очень удобно играть и контролировать нюансы. Что ж, давайте теперь посмотрим, как этот муштук ведет себя в различного рода атаках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, атака, как мне показалось, тоже очень легкая, свободная. Ее также легко контролировать от деташе, стакката, двойной стакката. Муштук отвечает всем требованиям. Кстати, мне бы хотелось сказать, за свою исполнительскую практику у меня было достаточное количество саксофонов, и со временем я убедился, что, конечно, очень важно иметь хороший топовый инструмент, и, конечно, разница чувствуется между моделями студенческими и профессиональными, но не так чувствуется разница, как правильно подобрано, как сейчас принято говорить, сетап. Сетап — это подборка муштука и трости. Для себя комфортным и простым сетапом я нашел муштук Де Дарио Д8М для тенора и трость Рика Рояль 2,5. Как показывает моя практика, если вы удачно подобрали себе удобный сетап, удобную трость, которая подходит к муштуку, то, взяв практически любой инструмент, вы сможете играть на нем так же хорошо, как на топовом, студенческом или интермидиат саксофоне. Поэтому сетапы очень важны и оказывают колоссальное влияние на игру исполнителя-саксофониста. А сейчас мне хотелось бы продемонстрировать, протестировать поведение муштука и трости в зоне альтиссима. Давайте посмотрим, как это звучит. Безусловно, каждому муштуку нужно определенное количество времени, чтобы привыкнуть. Этот муштук не исключение, но, как мне показалось, к этому муштуку привыкать намного легче и приятнее. Также для выбора определенного сетапа очень важен аспект интонации. И сейчас мне хотелось бы продемонстрировать, точнее, вместе с вами протестировать поведение этого муштука и трости в различных интонационных ситуациях. Итак, резюмируя, данный муштука компании, The Dario Jazz Select D8M, как мне показалось, замечательно себя ведет в различных ситуациях, как интонационных, так и в зоне альтиссима. Также прекрасно контролируется различная атака с этим муштуком. И, как мне показалось, этот муштук является замечательным продолжением уже легендарных старых муштуков, которые привносят современному исполнителю свободу как финансовую, так и музыкальную. Потому что этот муштук обладает замечательной ценовой категорией, которую могут позволить себе и студенты, и профессионалы, и ничем не уступает муштукам, которые, так сказать, уже давно на рынке, и муштуки, которые, как мне кажется, стоят неоправданно дорого. Все эти качества вместе в один букет собрала компания The Dario, и выпустила линейку таких замечательных муштуков Jazz Select. А на очереди у нас другой замечательный муштук компании The Dario, Select Jazz Marble в таком замечательном цвете и с не менее замечательным звуком. В моем случае это D5M и трость, также компания The Dario Select Jazz 3M. Также хотелось вместе с вами протестировать, как ведет себя этот муштук в различных интонационных ситуациях, как он ведет себя при различных атаках и как он ведет себя в зоне altissima. Итак, давайте попробуем поиграть на нем в нюансе пьяно. И так как мне показалось, этот муштук обладает замечательным мягким широким звуком, и при нюансе пьяно, самое главное, он не теряет интонации. Интонация ровная и легко контролируемая. Теперь давайте попробуем протестировать его в нюансе форта. Субтитры создавал D5M В нюансе форта этот муштук также ведет себя уверенно, отвечает всем поставленным ему задачам. И, как мне показалось, самое приятное, это ты чувствуешь, что у тебя есть еще пространство для того, чтобы сделать звук по потребности громче, плотнее и ярче. Теперь давайте проверим, как этот муштук ведет себя при различных атаках. Я уже затронул слегка зону altissimo, о которой мы тоже сейчас поговорим. Но при атаках также ведет себя этот муштук уверенно. Легко контролировать разного рода атаки. Дитоше, стакката, марката, двойное стакката. Ведет себя очень уверенно, что не может не радовать. Ну и, наконец, давайте проверим, как ведет себя этот муштук в altissimo. Дитоше, стакката, марката, двойное стакката. Также этот муштук ведет себя уверенно и в зоне altissimo. Конечно, как я уже сказал ранее, каждому муштуку нужно определенное количество времени для того, чтобы привыкнуть. Но, как мне показалось, к муштуку в Select Jazz компании The Daria это время можно сократить до минимума. Итак, резюмируя, конечно, хотелось бы отметить замечательный внешний вид этого муштука, который сделан... Он неспроста называется Marvel, который сделан под такую мраморную роспись. Но, несмотря на красивый внешний вид, также хочется отметить его и звуковые качества. Этот муштук уверенно себя ведет как и по звуку, так и в артикуляции, в интонации, в различного рода нюансах. Конечно, как мне показалось, этот муштук был сделан для именно джазовой игры, традиционно джазовой игры. Но я уверен, что этот муштук подойдет и в разных околоджазовых ситуациях. Очень хочется повторить свою мысль, которую я сказал ранее. Для исполнителя очень важен сэдап. Можно играть на различного рода инструментах, будь это студенческий, полупрофессиональный или профессиональный. Но правильно подобранный сэдап, то есть соотношение размера трости к размеру муштуку, фирмы муштука, определенная модель муштука и определенная модель трости очень важна для исполнителя. Для себя я нашел наиболее удобную модель компании Дедарио муштука для Альта. Это Select Jazz Marble и модель трости Select Jazz 3M. Конечно, ранее сказанный комментарий — это мое личное мнение, мои личные ощущения. Но вы также можете попробовать эти муштуки, эти трости в ателье Доценко и поделиться своим мнением и своими впечатлениями. Всем спасибо за внимание. До встречи на концертах, джемах. Удачи. До свидания.